Здравствуйте в студии Артем Тарасов. Узнай Россию, выпускники и наставники. Тематический конкурс по написанию и доработке существующих биографических статей Википедии, посвященный наставникам и выпускникам советских и российских учебных заведений. Конкурс проводится с 26 января по 26 мая этого года. Гость студии, один из организаторов конкурса, член общественной палаты России Леонид Шафиров. Леонид Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Артем. Я рад вас приветствовать на Дону. Ну и вначале для тех, кто возможно первый раз слышит о таком конкурсе вкратце. Почему возникла идея сделать такой конкурс и в чем его главная задача? Не секрет, что люди, заканчивающие высшие учебные заведения, хотят так или иначе себя ассоциировать с альмаматор. И когда выпускники высшего учебного заведения добиваются значительных успехов, ими гордится высшее учебное заведение. И то, насколько большое количество выпускников высшего учебного заведения достигли больших высот, является критерием оценки деятельности вуза. Так во всем мире. И так должно быть в России. И совпало, наверное, случайно, но несколько позже, после того, как, или, может быть, даже одновременно, когда вместе с редакторами статьи в Википедии, общественная организация, Ассоциация почетных граждан, обратилась ко мне, и я с удовольствием поддержал и участвовал в разработке условий положения конкурса, вышел рейтинг. Международный рейтинг, который инициировал Совет Ректоров, Союз Ректоров Российской Федерации. Этот рейтинг называется «Три миссии университета». Так вот, критерием оценки университетов, по мнению авторов рейтинга, должны стать следующие показатели. Одними из таких показателей являются следующие. Количество выпускников вуза, которым посвящены статьи в Википедии. Количество посещений страницы в Википедии, статьи в Википедии. Это так именно победители будут определяться? Один из критериев этого рейтинга. Количество посетителей статьи в Википедии, читателей статьи в Википедии на русском языке в рейтинге. Также учитывается. И количество посетителей, читателей статьи в Википедии о вузе на английском языке. Ну то есть вот, чем больше людей прочитало статью в Википедии, посвященную вузу, чем больше выпускников достигли такой значимости, чтобы им были посвящены статьи в Википедии или статьи о Википедии, тем лучше вместо вуза в рейтинге. И понимая это, редакторы Википедии, общественная организация инициировали проведение этого конкурса с какой целью? Чтобы о российских вузах, о тех вузах, которые работали и во время Российской империи, и во время, в советский период, и в настоящее время работают, чтобы о них было как можно больше статей на разных языках. На языках ООН и на русском языке. И чтобы о выпускниках этих вузов также были соответствующие статьи. Что это дает? Повторюсь, вузу это дает, как теперь оказывается, место достойное в рейтинге, если о выпускниках вуза много написано, и они достойны того. А нам всем дает понимание того, на кого надо равняться. И когда мы выбираем с вами вуз, мы понимаем, что если в этом вузе воспитаны такие значимые персоны, то надо в этот вуз поступать. Это способствует, на мой взгляд, популяризации всего российского отечественного образования. То есть правильно ли я вас понимаю, что по завершению конкурса после 26 мая те вузы, которые окажутся наиболее популярны с точки зрения этого конкурса, они получат дополнительные баллы к своему рейтингу? Они, безусловно, автоматически продвинутся в рейтинге, потому что рейтинг 3 миссии университета учитывает эти показатели. Сейчас, получается, месяц остается до завершения конкурса. На какой стадии он находится? Ну, лучше говорить, наверное, пользуясь языком цифр, создано 667 статей о наставниках. То есть это знаменитые педагоги, которые, исходя из критерий значимости выработанных в Википедии, могут быть героями статей в Википедии, посвященными им самим. То есть это профессура, авторы открытий, авторы монографии, достойные того, чтобы по критериям Википедии им была посвящена статья. 322 статьи о выпускниках учебных заведений российских и советских. Из них 246 статей на официальных языках ООН. Те, кто заинтересовались, они еще могут принять участие, оформить заявку? На мой взгляд, конечно. Но есть сложности, не буду скрывать. Есть сложности, связанные с тем, что создать статью в Википедии не так просто, как кажется, не так просто. Для этого необходимо уметь пользоваться редактором Википедии внутренним. И, конечно, побеждают в первую очередь те, у кого есть опыт. Но гостем Дон-Медиа были жители Ростовской области, которые занимали неоднократно призовые места в конкурсах, проводимых на площадке Википедии. Это библиотекарь из Донецка, это пенсионер из Каменска. То есть люди, которые получили навык за достаточно короткий период времени, смогли обыграть в конкурсах по количеству и качеству статей более опытных википедистов. И они насколько поздно относительно окончания срока вступили вот в эту борьбу? Я не помню, конечно, о каждом конкретно, но понятно, что даже если, сейчас написав статью о вашем замечательном научном руководителе, вы помните своего научного руководителя? Конечно. Посмотрите по критериям значимости в Википедии, может ли ему быть посвящена статья. И покажите, Артем, пример. Если будут сложности с точки зрения редактирования статьи, то у нас в Ростове есть сообщество википедистов, авторов статьи в Википедии. Они уже не такая большая команда, но тем не менее насчитывают пять человек, кто-то из них к вам подойдет, или вы с ним встретитесь, может быть, в Камин съездите, даже интервью возьмете заодно, или в Донецк, и вам заодно помогут написать статью о вашем научном руководителе. Победите вы или нет? Я думаю, что вы победите, может быть, не в конкурсе, но во времени, отдав дань должного своему научному руководителю, написав о нем статью, а желательно, вообще, на английском языке. Ну, да, английском мы тоже владеем. Если говорить о номинациях, вот расскажите телезрителям, как их много в этом конкурсе, и, может быть, конкретно о каждой пару слов. Статья о наставниках, то есть статья о работниках образовательных организаций. Это может быть не только ВУЗ, это может быть школа, но самое главное, чтобы наставник, о ком вы хотите написать, педагогический работник, по критериям значимости в Википедии, был достоин того, чтобы ему была посвящена отдельная статья. Он должен быть автором открытия, автором серьезной монографии, его статьи должны публиковаться в рецензируемых журналах. Необходимо ознакомиться с критериями значимости. Это критерии значимости. Кто может быть достоин того, чтобы о нем была статья? Это первый шаг. Второй шаг. Посмотреть данные, источники, на которые вы можете опираться, потому что в Википедии плоха она или хороша, но, тем не менее, все данные должны опираться на источники. Если просто так человек пишет о своих воспоминаниях, основываясь на воспоминаниях, такую статью удалят. Посмотрели источники биографические. Сайт ВУЗа, источник. Книга, источник. Это все требования самой Википедии. Это требования Википедии. А если вот еще раз сказать о том, как жюри будет оценивать непосредственно сами работы. По количеству и качеству статей. Да. И где эти критерии можно посмотреть? Положение о конкурсе легко находится посредством Яндекса или Гугла, поисковой системе на сайте Википедии. Просто нужно написать. Выпускники и наставники. Википедия. Конкурс. Да, узнай Россию. Выпускники и наставники. Википедия. Конкурс. Вот такие поисковые слова, и вы увидите положение конкурса и сможете с ним ознакомиться. Итак, первая номинация – это статьи, посвященные наставникам, педагогам. Вторая номинация – это статьи, посвященные выпускникам, выдающимся, не всем подряд выпускникам, а только выдающимся выпускникам, которые также соответствуют критериям значимости. И отдельные номинации, которые поддерживают тех авторов, которые владеют иностранными языками. Потому что на русском языке написано достаточно много. Наша задача теперь сделать так, чтобы владеющие иностранными языками перевели существующие статьи. Чтобы о нас больше узнавали за рубежом, безусловно. И какие же призывы. Тем более есть же задача, связанная с ростом экспорта образовательных услуг. А это один из путей бесплатной рекламы для вузов, создать статьи о себе, о самом вузе, о наставниках, о выпускниках, которые прочитают иностранные абитуриенты и выберут этот вуз. Безусловно. Это такой очень сильный инструмент продвижения для нас. И не могу не спросить, какие же призы ждут победителей, лауреатов? Призовой фонд 415 тысяч рублей. Как он распределяется? Это уже детали. Я думаю, что стоит посмотреть уже в положении. Есть еще один конкурс. И в преддверии чемпионата мира по футболу я не могу вас о нем не спросить. Конкурс «Узнай Россию. Города и регионы чемпионата мира по футболу». В чем его суть вкратце и кто может принять участие в нем? Известно, что чемпионат мира по футболу и его матчи принимают не все регионы Российской Федерации. Принимает Москва, Санкт-Петербург, Ростовская область, Калининградская область, Волгоградская область, Нижегородская область, Самарская, Краснодарский край, Свердловская область, Республика Мордовия, Республика Татарстан. Если вы имеете свободное время, желание познакомиться с достопримечательностями этих территорий, написать о них статьи, опираясь на достоверные источники. Для этого надо посмотреть сайты официальных организаций, сайты библиотек, сходить в нашу публичную библиотеку и написать статью о достопримечательностях, желательно ее перевести на официальные языки Организации Объединенных Наций. Вот тогда вы сможете стать участником конкурса. Но, как минимум, если нет у вас специальных навыков, как написать статью в Википедии, вы можете написать… Вы говорите, обязательно идти нужно в библиотеку, или я могу это все-таки сделать дистанционно? Если вы имеете абонемент в библиотеке, имеете онлайн-доступ к интернет-ресурсам библиотеки, сможете правильно оформить ссылку на источник, достаточно, конечно, сделать это дистанционно. Но в любом случае, как минимум, в электронную библиотеку сходить надо. Так вот, до 15 июля 2018 года принимаются такие статьи на конкурс. Именно июля или июня? Июля. До 15 июля. Есть, конечно, сложности, повторюсь, для того, чтобы стать автором статьи в Википедии. Но, как минимум, если вы представите автором, участником конкурса, есть там адрес электронной почты, опять же, посмотрите в положение, называется «Узнай Россию, города и регионы Чемпионата мира 2018». Вот находите легко положение, смотрите адрес электронной почты и отправляете википедистам ту информацию, которую вы создали. Например, на сайте вашего средства массовой информации вы разместили интересную информацию о достопримечательности Ростовской области, которую, на ваш взгляд, должны посетить иностранные гости чемпионата мира. И сделали эту информацию не только, создали не только на русском языке, и разместили переводы. Я думаю, что с удовольствием процитируют ваш информационный ресурс участники конкурса. Это послужит продвижением вашего информационного ресурса и делу привлечения иностранных туристов в регион. Этот конкурс тоже будет поощряться, правильно? Да, поощряется, есть призовой в 300 тысяч рублей, распределение читают, заинтересованное положение. Ну, как я понимаю, этот конкурс, в отличие, допустим, от выпускников и наставников, начался вот в апреле, вот буквально недавно. Да, но, вы знаете, оказалось попроще для участников конкурса создавать статьи и размещать изображения, фотографии, картины, вот такие количественные характеристики. 1569 изображений, 642 статьи на языках мира и 60 статьи на русском языке в рамках конкурса представлено уже. Это по чемпионату? Да. Ну, такой ажиотаж. Ну, в части изображений. Почему? Потому что, конечно, о достопримечательностях написано много, а изображений много не бывает. Ракурсов может быть много, разных, и если это фотография, либо картина сфотографированная, также, может быть, фотокартина является изображением, иллюстрирующим ту или иную достопримечательность. Леонид Александрович, я благодарю вас за содержательно исчерпывающие ответы. Я думаю, что когда, по крайней мере, конкурс наставников и выпускников подойдет к своему завершению, мы обсудим его обязательно. Итоги, возможно, даже пригласим сюда победителей, лауреатов. Так что ждем вас вновь в нашей студии. Артем, да, в завершение, если разрешите, буквально один момент. Создание статьи в Википедии и, в принципе, статьи для публикации в рецензируемом источнике, в рецензируемом журнале, это то, что, на мой взгляд, может являться проектом в рамках любой учебной деятельности, в рамках образовательной деятельности. Поэтому, пользуясь случаем, мне хочется обратиться к педагогам-филологам, к педагогам-географам, чтобы они своих воспитанников приучали к проектной деятельности, когда ребята увидят результат своего труда, статью на русском языке достопримечательностей, или статью на русском языке о выдающемся выпускнике школы или вуза, когда они переведут эту статью на иностранный язык. И благодаря этому будет социальный эффект в виде новых абитуриентов в ВУЗ. или в виде новых туристов в регион, то это дорого вас стоит. Да. Спасибо за интервью. Спасибо. Дорогие друзья, я напоминаю, что гостем программы сегодня стал член Общественной палаты России Леонид Шафиров. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова